По мотивам исторической драмы «Спартак» Вечная драма «Динамо» На рассвете времен, когда футбол только зарождался, боги выбрали клуб, который одарили своей благосклонностью. Многие века клуб не знал поражений. В нем играли великие воины, которые наводили ужас на противников и вселяли любовь в сердца фанатов. Однако шли годы. Одно поколение сменялось другим. Победы сменялись поражениями. Поклонников становилось все меньше и меньше. Еще меньше. Совсем мало. Еще немного меньше. Еще чуть-чуть. Нет, лучше совсем не осталось. Некогда непобедимый клуб, всегда считавшийся лучшим из лучших, становился лучшим из средних, пока не стал средним из худших. Более ста лет существовал великий клуб. И никогда он не знал страха и унижений. Но, как говорил их нынешний тренер, «никогда не поздно узнавать что-то новое». Издавна в «Динамо» рождались самые сильные и талантливые футболисты. А слабых и немощных они сбрасывали в пропасть. Но последние несколько лет дела шли так плохо, что в пропасти уже не хватало места. Тренером «Динамо» был Олегиус Блохиниус. Блохиниус, который не знал поражений. Как мы вчера сыграли? Мы играли. Блин, жалко. Я не знал. В давние времена он мог навертеть на поле до десяти защитников. Сейчас же он вертел всех подряд. Когда-то фанаты называли его бомбардиром от бога. Сейчас же они молили богов его уволить. Поэтому он собрал команду для серьезного разговора. «Динамо» отныне в команде иные правила. Вы помните, как я играл? По новым правилам в команду отбирались игроки только с хорошей памятью. Потому что все должны были помнить, как играл Блохиниус. Забудьте все, что вы знали о футболе. Футболисты не должны знать больше о футболе, чем их тренер. Я сам, бывший футболист, и сделаю из всех вас таких же, как я. Я, бывших футболистов, кто будет нарушать мои правила, тому я лично выпишу десять палок. Все понимали, что Блохиниус блефует. Он был уже стар и мог выписать одну, максимум две палки. И последний. С сегодняшнего дня никаких сигарет, выпивки и женщин. Динамовцы постоянно терпели боль и унижение. Никто не мог перечить Блохиниусу. Но это стало последней каплей. Дух свободы, который жил в каждом из них, наконец-то вырвался на свободу. Сори. Братцы, братушечки, брательнишки, крышки, товарищи, мы защищаем честь нашего родненького клубуса уже десятки лет. Деремся, не жалея ничего, ни сил, ни печени, ни почек. Я вообще почти не жалею. А этот тиран, ты, ты, тиранище, запрещает нам на ночь опрокинуть рюмашку. Милериус был богом арен. Он мог справиться с любым противником, начиная от человека и заканчивая животным. А все потому, что начинал он бухать как человек, а заканчивал как свинья. Слава и метиловый спирт слепили ему глаза. Но Блохиниус был опытным наставником и знал, что делать с такими бунтарями. Бунт был безжалостно подавлен. Изворотливый ум Блохиниуса и полбутылки Портвейна сделали свое дело. Однако Блохиниус понимал, что дела в команде явно не клеились. И он обратился за помощью к богам. О, великий сурк! Но почему они так хуй играют? И боги услышали его. Потому что ты хуй тренер! Тренер! Я? Когда игрок проходил все испытания, ему оказывалась огромная честь в виде знака принадлежности к лубусу. Я? 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 Сезон начался, и после каждой игры Блохиниус лично отчитывался перед богами. Я молю тебя, Суркс, дай мне шанс, и я все исправлю. Что? Я же говорил, что все исправлю. И снова молю тебя, Суркс, позволь мне самому выйти на поле и все исправить. Это ты виновен в поражении, это ты позволил мне выйти на поле. Да здравствует великий Суркс, даровавший нам победу. И пускай она будет первой на пути к нашей славе. Блин, да что такое? Да еще второй тайм, что вытворить? А ну на поле, все на поле быстро. Сейчас будет. Да что такое? Да ты еще под стол ходил, когда я играл. Да что такое? Давай. Мазер, давай. Давай, давай. Слушный. Нет. И вот пришло время финального матча сезона. Издавна «Динамо» и «Шахтер» считались непримиримыми соперниками. Шли годы, и назвать «Динамо» соперником для «Шахтера» язык уже не поворачивался ни у кого. АПЛОДИСМЕНТЫ Воины мои, нас ждет великая битва. Вы должны выйти на поле и погибнуть ради победы. Скажите, воины мои, вы готовы пойти за мной? Если кто не готов, сделайте шаг вперед, и я пойму вас. Пойму и отрежу вам то-то же. И вот наступил день игры. Стадион собрался в предвкушении великой битвы. Игроки «Шахтера» были спокойны. Их накачанные тела играли мышцами. У «Динамовцев» тоже кое-что играло. Все игроки «Шахтера» были как на подбор. Где подобрали игроков «Динамо» было непонятно. Трибуны скандировали имена своих героев. Путин! 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 Плохим чемпион! Плохим чемпион! Колпа не утихала в ожидании охуных битвы. сегодня нас ждет великий поединок битва двух равных команд так пусть он начнется хватит достаточно как начался так пускай и закончится вы слышите меня да 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 убью нахер падла убиваю не а все зрителям предстояло решить что же делать с поверженным тренером и толпа пометуя великие победы блохиниуса еще раз великодушно простила его но боги решили по-другому пошел вон а а а воины я ваш новый тренер а а поверьте я найду подход каждому я сам бывший футболист из вас тоже сделаю э э э воины вы вы куда вернитесь э э воины э продолжение следует мы в это верим я это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok